Это самый красивый и дерзкий автомобиль в нашем автохаусе. По красоте с ним может посоревноваться разве что Peugeot 508 Беллинга, который у нас есть, но сейчас об этом автомобиле. Красивый, дерзкий, вызывающий, красный Hyundai Elantra 2021 года. В родной краске, без повреждений вообще. И сегодня я расскажу, почему стоит обратить внимание на этот автомобиль и что это за автомобиль в принципе. Hyundai Elantra 7-го поколения вышла весной 2021 года. Соответственно, этого года у нас уже эта модель. Со сменой поколения не только улучшился ее внешний вид, стал более агрессивный, более дерзкий, более узнаваемый, она увеличилась немножко в размерах. На 5 сантиметров длиннее, на 2,5 сантиметра шире. Это у нас С-класс, автомобиль построен на платформе К3, который использовался в Kia Cerato. Внешне машина настолько дерзкая, но она внушает уважение, не оставляет внимания, вот пока проехал, прям все смотрят и такие, а что это у тебя за тачка-то? На просторах нового полоска-полоска я такого автомобиля не видел вообще. Ну не обошлось без приколов, расскажу в салоне, чем эта машина в принципе выделяется на фоне всех остальных, но сейчас по двигателям. В Hyundai Elantra используются два типа двигателей, оба бензиновых, никаких дизелей нету. На более слабых комплектациях это 1,6, кстати, проверенный годами, надежный, все хвалят, все ездят, вообще нареканий нет. В более топовых комплектациях движок 2,0, уже немножко посложнее. Если 1,6 без гидрокомпенсаторов, то это 2,0 с гидрокомпенсаторами. Как бы о надежности движка говорить рано, молодой, но учитывая историю вообще всех двигателей Hyundai, как правило, к двигателям вопросов нет. Из явных плюсов, ГРМ у нас цепной и 16 клапанов. Нет, в C-классе что-то не случилось. Багажник 474 литра, достаточно просторный, проем, чемодан с аэропорта влезет. Кому надо больше, у нас есть минивены. Если машина настолько дерзкая снаружи, настолько агрессивная, настолько спортивно выглядящая, вопрос, что там внутри, какая комплектация и как она вообще едет. Садясь за руль, ты понимаешь, вот оно, будущее наступило. Тут дизайнеры постарались сделать так, чтобы машина ярко выделялась, как и снаружи, так и внутри. Не была ни на какую другую вообще, в принципе, модель похожа. Напичкали ее электроника, это у нас топовая комплектация. Прежде чем поговорим за салон, обещанный сюрприз, автомобили не выпускались на ручной коробке передач. Будущее, повторюсь, наступило. Они просто подумали, а зачем ручка, если все берутся равно автоматы? В Европе, поэтому кто еще топит за ручку, друзья, м-м. И на 1.6 двигатели, и на 2.0, в обеих комплектациях только автомат, ручки нет в принципе. Зато автомат шестиступенчатый, к нему нареканий нет, надежный, проверенный временем, не бойтесь этого. Учитывая пробег машины всего лишь 30 тысяч километров, этого автомобиля хватит надолго. Естественно, есть Типтроник, и что самое интересное, Drive Mode, спортивный, обыкновенный и смарт, умный. Это мы протестируем на трассе попозже. Все возможные помощники удержания в полосе, противоаварийное торможение, машина сама тормозится, если будет видеть, что беда, печаль, авария. Так как комплектация у нас топовая, у нас ЖК-экран здесь, ЖК-экран здесь, а в более дешевых комплектациях здесь стандартная панель. Ну, естественно, ЖК-экран это, ну, что тут говорить. Все удобно, нативно понятно, сидеть хорошо. Да, машина седан, он низкий, но сидишь комфортно. Хорошая боковая поддержка, есть у нас панорамный люк, ну как люк, маленькая панорама. Круизы музыка на руле, этим не удивлю. И вот эта штукенция, она как в автобусе, не знаю для чего она здесь, прям отгораживает водителя от пассажира. Ну, смотрится стильно, но кто знает, зачем это, здесь напишите. Таким образом, имеем свежий автомобиль, которому всего лишь три года, 30 тысяч оригинального пробега, брутальная, дерзкая, красная снаружи, удобная, комфортная, в полной комплектации внутри. Классный автомат, надежный двигатель, уже интересно, да? Музыка. Здесь, скорее всего, стоит сабвуфер, ну иначе для чего тут, потому что басов тут хватает. Теперь самое главное, я хочу проверить этот двигатель в движении, сравнить Drive Mode Standard и Drive Mode Sport. Выглядит, рулится и ведет себя дороже, чем есть на самом деле, хоть это, хотя это один из самых дорогих C-классов, в принципе. Коробка в двух режимах, как она вообще набирает скорость. Итак, коробка у нас сейчас в основном режиме Standard, сейчас у нас 30 км в час, и так, ребят, газ в пол. Музыка. Сто. Сейчас попробуем режим Sport, и будет ли отличие. Она очень четко в поворотах, обращаюсь внимание сразу, мне нравится. А еще здесь практически не слышно двигателя. Даже когда газ в пол, 30 км в час, газ в пол. Прижимает к сиденью. Да, ориентировочно быстрее набирает, намного. Все, уже сотка. Быстрее набрала эту сотку. Динамики ей хватает за глаза. Этот двухлитровый движок, он вытягивает ее прямо на отлично. Определенно машина дарит эмоции. Без внимания она не оставляет совершенно. Да, цена не маленькая, согласен. Но почти новая машина. Приезжайте в АвтоХаус Гранд на тест-драйв. Контакты профиля. Продолжение следует.